Прибыли мы на чудесный пляж в Легняно. Какой-то там сегодня девятое, десятое. Тут рассказывали все, что водоросли тут такие плохие. Короче, сообщаю вам, что водоросли никаких тут нету сейчас. Ну, сейчас пойдем поглубже и там я вам расскажу поточнее, что там есть. Давайте. Десятое, девятое прибыл на Адриатику, на Легняно, Бабионы. Как говорили, что в Адриатическом море сейчас очень много водорослей. Короче, тут нет водорослей, что вам скажу. Сейчас переверну. Если быть до конца честным, то может быть какая-то что-то там есть. Но нет никаких тут водорослей. Надо сейчас дойти все-таки. Боюсь, как вы знаете, утопить телефон, потому что прошлый, не так давно, месяц назад, я утопил. Вот. Водичка офигенно прозрачная. И водорослей нету. Вот если вот это считать, белые пятнышки за водорослей, не знаю, не думаю. Думаю, вот это все супер. Дополнение по этим чудесным водорослям. Ну, это не то, чтобы водоросли. А у нас это называлось жабуриння. Короче, очень похоже на каканы. Если вы уже хотите это захлебнуть, вам не понравится это. Так что, есть. Присутствует эта красота здесь. Все, едем домой. Вывод какой. Короче, жабуриння там это плавает, потому что очень было тепло. Плюс 42. Ну, вода очень приятная. Абсолютно не холодно было нам купаться. Мы довольны. Но, так как я хотел, как всегда, сэкономить. И спать под, как говорится, стромочком, то есть под деревом. Я так спал в сентябре, было отлично. А в этом, как его... Сейчас мы так, когда употели там в такой жаре, что мы собрались и поехали быстренько. И поняли, что дома под вентилятором гораздо приятнее, чем на море. Ну, мы загорели. Андруша вообще стал яхт-негр. А я так чуть-чуть. Все, всем привет.